Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия. С вами Елена Крылова и в этом выпуске. Факт был, но вины не признаю. Дело Копьевского кушера, утопившего младенца, передано в суд. Бесславная история. Черногорский комбинат из Коши официально прекратил существование. Зона отчуждения. Сегодня в Усть-Абакане ветеринары Хакасии показали, как дадут отпор африканской чуме. При двери морозов остались на улице. Семья из Абакана лишилась всего имущества в считанные минуты. Причина – пожар. Сейчас супруги с дочерью и внуками вынуждены ютиться у знакомых в небольшом доме. Подробнее Наталья Гармашова. У меня вот это уже второй пожар в жизни. Ну тогда лето было, в чем были, в том остались. И сейчас также остались ни в чем. Горе и переживания мужчинам показывать не принято. Между тем во время нашего разговора на глазах главы семейства наворачивались слезы. И действительно то, что пережила семья, страшно представить. Утро вторника обернулось для Фазиловых настоящей катастрофой. Когда супруги с дочерью и маленькими внуками завтракали, в котельной, пристроенной к частному дому, вспыхнул огонь. Мы-то думали, быстро пожарник приедет и потушит. Даже только с собой взяли, что в руки попался, документы, папки документов. И все. Пожар такой был. И он перекинулся. У нас два участка было. И на второй перекинулся, пока пожарники приехали. В общей сложности выгорело более 100 квадратных метров площади. Два дома располагались на участке в дачном обществе «Орбита». Глава семейства рассказал, что строили жилье основательно, так, чтобы места хватило всем детям. Трое из них студенты. Старшая дочь с малышами пока живет с родителями. Первостепенный вопрос сейчас – подыскать временную квартиру. Сегодня не остаться на улице помогают знакомые. Надежда Изотова приютила семью в своем небольшом доме. Я давно их знаю. Давно. Лет 10 я их знаю. Ну пришли люди, попросили. Ну как, ну не откажешь такое горе. Правда ведь людям? Спасибо вот землякам. Они вот помогают. Помогли хоть с вещами. Глава семейства говорит о навалившихся проблемах с большим стеснением. Между тем, очевидно, сейчас погорельцам требуется любая поддержка. И финансовая, и в виде рабочей силы, спецтехники, стройматериалов. Нужно вывести обуглившиеся остатки постройки и на первое время огородить участок забором. В будущем семья планирует здесь строить новый дом. Телезрители, которых не оставила равнодушной беда Фазиловых, могут позвонить по указанным на экране телефоном. Наталья Громашова, Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Владислав Пустовой, от Вести Хакасия. Факт был, но вины не признаю. Заведующий Куршерским отделением Компьевской больницы Александр Тышта все-таки попал на скамью подсудимых. Республиканские следователи передали материалы дела в Верховный суд Хакасии. Напомню, молодой врач подозревается в жестоком убийстве новорожденного. Следствие длилось больше года. Как выяснилось, Тышта принимал роды двойню одной из пациенток и посчитал, что один из младенцев имеет патологию и может не выжить. А это неблагоприятно, скажется на его врачебной статистике. Тогда Тышта утопил ребенка в ведре, а затем сжег тело в кочегарке, так считают следователи. Стоит отметить, Акушер приехал в Хакасию из Красноярска и получил от властей дом как молодой специалист. И у него у самого есть малолетний ребенок. В настоящее время Александр Тышта отстранен от занимаемой должности. В ходе следствия обвиняемый своей вины не признал. Однако следствием собраны достаточные доказательства ее причастности к совершенному преступлению. В связи с чем в ближайшие дни уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления, от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. В Бейском районе иномарка съехала в реку, утонул ребенок. Все произошло в 5 километрах от Ала Шалгинов. Ниссан ехал ночью по полю, выехал на берег и по неизвестным пока причинам перевернулся. Управлял машиной 40-летний мужчина, он не пострадал. А вот его пассажир, 9-летний сын, в ледяной воде утонул. Мужчина пытался спасти мальчика, но не смог. Точную картину происшествия сейчас восстанавливают следователи. Саняна Шушенская ГЭС получила паспорт готовности к зиме. В этом году нагрузки на станцию будет значительно меньше, чем в прошлом, когда она зимовала с четырьмя рабочими агрегатами. Сейчас на ГЭС восстановлено 6 гидроагрегатов и еще один будет запущен до нового года. Все элементы конструкции полностью новые, притом технически также принципиально отличаются от прежних. Более крепкая сталь, увеличен диаметр шпилек крышки. Вдобавок, состояние этих самых шпилек теперь отслеживается в онлайн-режиме непрерывно. К слову, Саняна Шушенская ГЭС первая в стране гидростанция, где введен подобного рода контроль. Это абсолютно новая гидротурбина, в частности число лопастей. На одну меньше было 16, на старой стало 15. У нас принципиально другая система регулирования. Теперь это грубовое регулирование четырех термомоторов. Непосредственно другая конструкция. Крышки турбины двухланцевые, другие шпильки. В плане именно генератора здесь изменения небольшие. То есть все уластные параметры практически остались без изменений. Сегодня в Усть-Абакане ветеринары республики показали, как в случае чего дадут отпор африканской чуме. В районном центре специалисты ветинспекции отрабатывали схему действия при возникновении в Хакасии вспышки этого заболевания. По словам специалистов, долгое время вирус фиксировали только в центральной части России. Сегодня африканская чума подбирается к Уралу. На борьбу с условной вспышкой африканской чумы свиней вышли десятки человек. Помимо ветслужбы, это полицейские, сотрудники ДПС, медики, представители местной администрации. Все, кто входит в комиссию по чрезвычайной ситуации. С начала года в России зафиксировано свыше ста случаев вируса. Пока эти очаги далеко от границы Хакасии. Но способы распространения заразы довольно мобильные. Это заболевание распространяется ввозом на нашу территорию продуктов животного происхождения. Это значит сало, шпик к нам в больших количествах вводится на перерабатывающие комбинаты, колбасные цеха, мясо за Урала идёт с той территории. По легенде, в одном из сёл района от африканской чумы произошёл падёж свиней в частном хозяйстве. В зону риска попадают все животные в радиусе 5 километров. Соответственно, все свиньи на данной территории, даже здоровые, подлежат уничтожению. На языке ветеринаров – отчуждению. От перспективы лишиться поголовья хозяйка бутафорских свиней падает в условный обморок. Все смеются. В реальной ситуации будет недовеселье. Вирус африканской чумы безвреден для человека. Но его распространение грозит колоссальными убытками, особенно для крестьянско-фермерских хозяйств. Это где ни одна, ни две, а 300 голов, 400, как у нас есть у крестьян. И это происходит отчуждение, как вы видели. Миллионный ущерб происходит. Человек теряет всё, своё хозяйство, чем занимался, и доходы, естественно, и бизнес. Вакцина от африканской чумы не существует. Единственным способом борьбы является карантин и полное уничтожение свиней в угрожаемой зоне. Поэтому ещё в начале мероприятия ветеринары сами себе пожелали, чтобы борьба с африканской чумой в Хакасии всегда оставалась в виде учений. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Сегодня Черногорский искош-регенерат официально прекратил своё существование. Процедура банкротства бывшего гиганта лёгкой промышленности Хакасии завершена. Напомним, предприятие было полностью остановлено в конце прошлого года. Всех сотрудников уволили. Многомиллионные долги, в том числе и по зарплате, так и остались непогашенными. Наш выпуск завершён, но на этом информационная неделя не заканчивается. Смотрите завтра в 10 часов утра на телеканале «Россия» оригинальные проекты ГТРК Хакасия. О том, что нового и интересного произошло на крупнейшей гидростанции в стране, расскажем в видеожурнале «Саяна Шушинская ГЭС. Новая история». А с новостями искусства познакомит Юлия Константинова в программе «Культура Хакасии». И вот на этом у меня всё. Приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова